В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте! Начнем выпуск с новостей рынка валют. Ситуация с курсом доллара по-прежнему остается нестабильной. После вчерашнего подорожания на 3-4 сома американская валюта к утру подешевела лишь на 1 сом. Но это лишь по курсу обменных пунктов столицы. Сегодня они покупают американца по 93-95 сомов, а продают по 95-96. А вот на рынке валют коммерческих банков курс доллара указан на отметке 96-97 сомов. Отметим накануне, Нацбанк вновь заявил, что такая волатильность валют вызвана в большей степени психологическими факторами и ожиданиями участников рынка. При этом делать дополнительные интервенции регулятор не стал. На прошлой неделе для стабилизации курса валют он продал свыше 13 миллионов долларов. Тем временем, вслед за российским Центробанком и Национальный банк нашей страны решил повысить учетную ставку. С сегодняшнего дня теперь ее размер 10%. Прежде было 8,5. Как сообщили в НБКР, динамика цен остается под влиянием глобального повышения цен на продовольствие ГСМ. С начала года цены в стране выросли на 1,5%. На 18 февраля инфляция в годовом выражении составила 10,6%. И как будет дальше складываться ситуация, будет зависеть от условий торговли с основными торговыми партнерами – Россией и Казахстаном. Но вместе с тем, как отмечается в сообщении НБК, высокая неопределенность на мировых финансовых рынках на фоне нарастающих геополитических рисков формирует дополнительное инфляционное давление в стране. Чтобы удержать средний уровень инфляции в пределах 12%, соответственно, решено повысить учетную ставку, которая, как известно, служит своеобразным ориентиром стоимости денег в экономике. Как правило, этот инструмент монетарной политики регуляторам применяется в целях повышения привлекательности сбережений в национальной валюте, что может увеличить спрос на кыргызский СОМ. Однако, учетная ставка может повлиять на проценты банковских кредитов. Нацбанк уверяет, что постоянно ведет мониторинг внешних и внутренних факторов воздействия на инфляцию. И в зависимости от ситуации будет предпринимать соответствующие денежно-кредитные меры. Между тем, цены не стоят на месте. Как сообщает Госслужба антимонатольного регулирования, за неделю на местном рынке повысились цены на минеральные удобрения. Данные своего мониторинга с 22 по 25 февраля ведомство опубликовало на своем сайте. Согласно нему, минеральные удобрения подорожали за несколько дней на 2 СОМа. Рост почти на 4,5%. Подорожание на более чем полпроцента коснулось горюче-смазочных материалов. Бензин АИ-92 теперь дороже на 40-50 тыинов. Растут цены и на продукты питания. Баранина подорожала за неделю почти на 10 СОМ. Репчатый лук на 2 СОМа. Мука и картофель незначительно на 10 тыинов, но тоже подорожали. При этом, как отмечается в сообщении, немного подешевели куриные яйца. Из Украины в Венгрию накануне организованно эвакуировали первую группу кыргызстанцев. 107 человек, как сообщает пресс-служба МИД нашей страны, вчера примерно в 6 часов вечера по бишкекскому времени из Киева выехали на нескольких автобусах по направлению к украинско-венгерской границе. Видеозаписями момента отъезда в соцсетях поделился посол Кыргызстана в Украине Дрис Кадыркулов. Как сообщили дипломаты, первая эвакуационная колонна состоит из 68 взрослых, 5 студентов и 34 несовершеннолетних кыргызстанцев. В МИДе отмечают, что на венгерско-украинской границе эвакуируемых встретили сотрудники посольства Кыргызстана в Венгрии и в ближайшее время их доставят до Международного аэропорта Будапешта. Ранее МИД сообщал, что до этого несколько десятков кыргызстанцев самостоятельно выехали из Украины в соседние страны. 12 кыргызстанцев выехало в Польшу, 16 граждан в Молдову и 6 человек в Румынию. Кроме того, 18 граждан Кыргызстана были отправлены поездом из Харькова в город Львов. Всего в Украине, по данным МИДа, до начала событий находилось более 1350 наших соотечественников, но регистрацию в консульстве прошли лишь 680 из них. Профильный комитет парламента Таким образом, профильный комитет одобрил всего четырех кандидатов. Неделю назад он согласился с кандидатурой экс-члена ЦИК Атыр Абдрахматовой. Она была представлена парламентскими фракциями Ишиним, Бютюн-Кыргызстан, Энтымак и Атаджурд-Кыргызстан. Никаких машин и ремонта за деньги из госказны. С сегодняшнего дня вводится запрет всем госорганам приобретать служебный транспорт и проводить капитальный ремонт административных зданий за счет бюджетных средств. Указ об этом, напомним, президент Садыр Джапаров подписал еще в декабре прошлого года. Документ, как тогда заявляли, направлен на оптимизацию расходов республиканского бюджета и повышение эффективности использования средств министерствами и ведомствами, местными администрациями и всеми органами исполнительной власти. Запрет на покупку машины, траты на ремонт зданий и служебных помещений, как напомнили в Минфине, вступают в силу с сегодняшнего дня. В стране сегодня стартовал второй этап приема налоговых деклараций по итогам 2021 года. Теперь их обязаны сдать физические лица. Срок до 1 апреля. Как отметили в налоговой службе, до указанного срока налоговую декларацию должны представить государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту. Физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое и недвижимое имущество, то есть машины, квартиры, дома, земельные участки, за исключением приусадебных участков. Отчитаться о своих доходах должны также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица. Отметим, до 1 марта ЕНД должны были сдать юридические лица. И к этому часу пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на НТС. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»